В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анна Пилипец. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. В Сарове появятся ягодные проезды. Депутаты утвердили наименование на очередном заседании Городской Думы. Болезнь страшнее вирусов. КБ-50 рассказали о профилактике инфаркта. Далее расскажем обо всем подробно. Счастливые, ягодные или изумрудные наименования проезда в Заречном районе города утвердили народные избранники на заседании Думы. Также на сессии депутаты обсудили ходатайство о награждении почетной грамоты города Сарова руководителя Саровского физико-технического института Анну Сироткину. За значительный вклад в социально-экономическое развитие города в сфере образования, подготовку высококвалифицированных специалистов для атомной отрасли и в связи с 55-летием. На заседании Думы народные избранники рассмотрели ходатайство о награждении руководителя СРФТИ почетной грамоты города Сарова. В должности руководителя Саровского физико-технического института Анна Сироткина работает с 2010 года. Анна Геннадьевна уделяет большое внимание развитию научного блока института. Считаю, что при ее руководстве вуз Сироткина стал одним из лучших вузов страны и направляет в ядерный центр очень достойные образованные кадры. Поэтому мы очень благодарны Анне Геннадьевне за ее труд. На мой взгляд, даже таким сегодняшним решением мы задаем, поскольку мы работаем уже в рамках нового положения, и вот эта награда у нас в новом положении зафиксирована, она задает, вообще говоря, высокую достаточно планку для тех, кто пойдет следовать за ней. Потому что так или иначе, каждую кандидатуру мы будем, наверное, сравнивать уже с теми, кто этой наградой награждался ранее. Единогласно народные избранники решили наградить Анну Сироткину почетные грамоты города Сарова. А вот следующий вопрос вызвал бурные дискуссии в зале. Он касался наименования проезда в границах территории по улице Нижегородской в Заречном районе города. Директор Департамента архитектуры и градостроительства Михаил Кашпаев рассказал о результатах работы комиссии по наименованию улиц. Выбирая название, комиссия учитывала простоту и ясность наименования, а также близкое расположение садов и участков. Комиссия по наименованию городских улиц рассмотрела предложение поступившее и проголосовала за наименование проезда как проезд 1-й ягодный и проезд 2-й ягодный. Предлагается принять такие наименования. Но приняли наименование далеко не сразу. На заседании выступила жительница одного из домов между этими проездами, которую предложенные варианты не устроили. Среди основных аргументов Татьяна привела путаницу адресов, которая может возникнуть у жителей города, поскольку названия проездов на карте будут отличаться только цифрами. Мы вот посмотрели с нашими соседями, мы, например, считаем, что среди вариантов, которые были озвучены на сайте, например, «счастливый проезд» – это очень хорошее название для пожелания семье с многодетными, многодетных семей быть счастливыми. Многие депутаты мнения Саровчанки не поддержали. Народные избранники пришли к выводу, что комиссией проделана масштабная работа. А топонимические названия должны выбирать жители города, а не конкретных улиц и проездов. Большинством голосов депутаты утвердили названия проездов – первый ягодный и второй ягодный. По количеству ежегодных смертей от инфаркта наша страна занимает второе место в мире, а от инсульта – первое. При этом болезнь молодеет. Уже нередки случаи инфаркта у мужчин 35-40 лет. Как протекает это состояние и как его предотвратить, Саровчанам рассказали специалисты КП-50 на очередной школе здоровья. Предупредить легче, чем лечить – это крылатая фраза, актуальна во многих случаях. Правильное питание, физическая активность, отказ от алкоголя и курения, контроль веса благотворно влияют на состояние организма и помогают предотвратить развитие многих опасных болезней и состояний. Например, инфаркт амиокарда. О его профилактике речь шла на очередной встрече школы здоровья. Это просветительский проект, который уже несколько лет реализует клиническая больница номер 50. Мы пациентов учили оказывать себе первую помощь при подозрении на инфаркт, учили пациентов реабилитироваться после инфаркта и рассказали о профилактике повторного развития инфаркта. Это самая актуальная тема в данное время, потому что от инфарктов у нас летальность очень высокая. Инфаркт молодеет. Сейчас его жертвами часто становится мужчина за 35-45 лет. Причин несколько. Это и постоянные стрессы на работе, и сидячий, и малоподвижный образ жизни. Неправильное питание и курение тоже вносят свою лепту. На эти факторы можно повлиять. К сожалению, есть и те, на которые повлиять никак нельзя. Опять-таки, мужской пол мужчины подвержен инфаркту выше, чем женщины. У женщины риск возрастает после 50 лет, когда идет гормональная перестройка и наследственность. Те пациенты, у которых по прямой линии по родственникам бабушки, дедушки, мамы, папы, братья и сестры, у которых были инфаркты, особенно в молодом возрасте, таких пациентов риск развития инфаркта выше. Сильная давящая боль в груди, отдающая иногда в левую руку, под лопатку, в челюсть, одышка, жжение, иногда может быть тошнота и боль в животе. Это все симптомы инфаркта. При их появлении необходимо сразу же вызвать скорую помощь, а не ждать, что все пройдет само по себе. После перенесенного инфаркта в среднем пациенты восстанавливаются около полугода. Кого-то процесс занимает больше времени. Если пациент соблюдает все наши рекомендации, которые мы даем после инфаркта миокарда, то риск, естественно, снижается. Но если пациент нерегулярно принимает лекарственные препараты, если он не соблюдает правильное питание, отказ от курения, не отказывается алкоголь, да, и другие вредные привычки, то, естественно, риск повторного события во много раз возрастает. Ситуацию с инфарктами усугубила пандемия. Коронавирус влияет на увеличение числа острых коронарных событий из-за того, что вызывает повышенное тромбообразование. Поэтому, естественно, всем пациентам рекомендуем вакцинироваться, чтобы снизить риск заболеваемости коронавирусной инфекцией, а также осложненных процессов во время коронавирусной инфекции. Следующие школы здоровья будут посвящены профилактике инсульта и отказа от курения. За анонсами следите на сайте клинической больницы номер 50. Мошенники при телефонных звонках стали представляться сотрудниками Банка России, рассказал глава департамента информационной безопасности регулятора Вадим Уваров. Для убедительности злоумышленники также могут высылать жертве в мессенджер или на электронную почту документы с логотипом и печатью Центробанка. Чтобы не попасться на уловки мошенников, Уваров посоветовал никогда в телефонных звонках не сообщать свои личные данные, а также номер карты и трехзначный код с обратной стороны. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Нижегородская область Саровские школы вошли в рейтинг РАЭКС «Аналитика». Агентство составило список, исследовав поступления абитуриентов в лучшие вузы России. Всего туда включили 200 учебных заведений из 38 регионов РФ. Почти треть участников расположена в Москве. В топ-20 по Нижегородской области вошли 3-й и 15-й лицеи и гимназия номер 2. Рейтинг отвечает на вопрос, в каких школах наиболее высокая концентрация выпускников, ставших студентами ведущих университетов страны. Саровчонка Алиса Рубцова завоевала серебряную медаль в молниеносной программе среди девочек до 11 лет на молодежном чемпионате мира по шашкам в Болгарии. Наша спортсменка победила всех соперниц, кроме чемпионки. Днем ранее в быстрой программе юная шашистка стала четвертой. В соревнованиях участвуют спортсмены из 15 стран. В рамках турнира проводятся три дисциплины – классическая, молниеносная и быстрая программы. В библиотеке имени Пушкина подвели итоги летних каникулярных проектов и мероприятий «Ремесленное подворье», «Читаем слух», «Библию НИИ» и «Смайлик». Сотрудники библиотеки наградили самых активных юных читателей. Ребята также подготовили творческие подарки библиотеке. Место, где всегда звучат детский смех, любознательные вопросы, и царит атмосфера радости и дружбы. Едва ли где-то можно встретить в одном месте столько ребят, как в Пушкинке. И совсем маленькие читатели, и школьники, и даже родители провели эти летние каникулы вместе с библиотекой. Теперь пришла пора подвести итоги лета на заключительном мероприятии «История длиной в лето». Мы сегодня поставили, мне кажется, очень красивую, такую яркую точку в нашей летней программе. Мы услышали отзывы от наших читателей и от ребят, от взрослых, что действительно это лето им понравилось. Они с удовольствием бежали сюда, в библиотеку. И как мы вот иногда говорим, библиотекарь, они практически прожили с нами эту жизнь длиной в лето вместе с нашей детской библиотекой имени Александра Сергеевича Пушкина. Мы считаем, что это очень потрясающие результаты для нас и для наших читателей. В Пушкинке подошли к концу все летние проекты библиотеки «Ремесленное подворье», «Читаем вслух», «Библию НИИ». За активное участие в этих мероприятиях юные читатели получили тепломы, благодарственные письма и подарки. Также библиотекари подвели итоги конкурса «Творческое лето». На торжественном закрытии летнего сезона ребята увидели лучшие видеоработы участников конкурса. За что ты сегодня получила подарки? Ну, за хорошую внимательность, за ум и за то, что я все хорошо сделала. Мне понравились подделки, делать браслетики. Правда, я не очень никогда делала. Ну и много всего из чего. Летом в библиотеке запустили работу студии «Смайлик». Ребята учились работать с компьютером, осваивали графический редактор, рисовали персонажей и сами озвучивали своих героев. В Пушкинке на заключительной встрече состоялся премьерный показ небольшого фрагмента получившегося мультфильма. Тянулся к яблоку, из куста его окликнул ежик. Мне больше всего запомнилось, как мы делали разные подделки. Еще одно занятие, когда мы воображали дом, который мы просто рисовали, удивительный, который не может быть на самом деле. Темой торжественного мероприятия Пушкинке стала фантазия. Ребята выдумывали, размышляли, погружались в сказочный книжный мир. Чтобы завершить библиотечное творческое лето на вдохновляющей ноте, юным читателям рассказали заключительную невероятную интересную историю. Одни находят себя в спорте, другие готовы покорять сцену своим талантом, а кто-то планирует добиться успеха в программировании и изучении английского языка. У каждого ребенка есть своя суперспособность. Раскрыть ее гости в неоткрытых дверей молодежного центра могли с помощью супергероев. Подробности в нашем следующем репортаже. Нарисовать за полторы минуты выдуманное животное, используя любые фломастеры. Первое задание – секции творчества, в котором супергерои Леди Баг и Супер Кот помогали гостям дня открытых дверей определить, к какому объединению молодежного центра они больше предрасположены. На другой станции IQ Человек-паук с помощью интересных логических заданий помогал ребятам понять, физики они или все-таки лирики. Я активиста венкоманды в молодежном центре. Сегодня у нас день открытых дверей в стиле Геройской академии возможностей. Прежде чем ребята запишутся в какие-либо объединения, мы с командой героев проведем небольшие тесты, чтобы проверить, в какой сфере деятельности у них есть свой талант, своя суперсила. Мы считаем, что у каждого человека есть свой талант. Мы хотим, чтобы он смог его раскрыть в молодежном центре. Кто-то хорош в спорте, кто-то готов покорять сцену своим талантом, а кто-то планирует добиться успеха в программировании и изучении английского языка. Все эти суперспособности гостям Дня открытых дверей помогали выявить супергерои. С любимым персонажем можно было также сфотографироваться. Были на празднике ребята, которые уже четко для себя решили, в какое объединение центра хотят записаться. Выбрал я направление брейк-данса, потому что с детства мне очень нравилось танцевать, родители мне это отмечали. И вот как-то пробовал себя в одних танцах, но что-то не получилось. И вот брейк-данс как-то меня очень сильно заинтересовал своими какими-то сложными движениями и какой-то масштабностью. Я бы сегодня хотела записаться в театральную студию «Театралка» или «Зеркало», тоже театральную студию, чтобы научиться вести себя красиво на сцене, возможно, развить какие-то свои таланты. Участвую в секции КВН, потому что один раз я выступил, мне это довольно сильно понравилось, выступать на сцене, то есть шутить интересные шутки. После презентации объединений прошла запись в обучающие группы. Набор в объединении открыт и сейчас. Дополнительная информация по телефону 99-118. И к спортивным новостям. Нижегородцы и гости города оформили более 41 тысячи карт болельщика. С 4 июля наличие карты обязательно для покупки билетов и абонементов на матчи российской премьер-лиги. Новый сервис позволяет сделать доступ на матчи удобным и безопасным. Заявки на новый цифровой сервис большинство любителей спорта оставляют в формате онлайн через портал госуслуги. А затем они приходят в МФЦ с паспортом для подтверждения личности. Такая услуга доступна в 22 субъектах страны. И это все, о чем успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские программы. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА